На заседании городского оперативного штаба прозвучали доклады о состоянии дел по коронавирусной инфекции в Возбестовском городском округе. По информации начальника территориального отдела Роспотребнадзора Елены Брагиной, на 28 апреля число заболевших коронавирусной инфекцией в Возбесте увеличилось до 5. По Свердловской области на 29 апреля. Таких заражений 629. Наибольшее количество случаев по городам. Полинской 32, Красноуфьемска 13, Нижний Тагил 7, Силов 7, Пермара 7. И наше соседнее муниципальное образование это город Заречный 6, Белоярский район 5, Верхняя Дуброва 2 и город Азбест на вчерашний день 5 случаев. Продолжается проведение всех противопедемических мероприятий в АЧГА. Выполняется установление всех контактных лиц и проводятся все санитарно-противопедемические мероприятия. Все, у кого выявляется случай коронавирусной инфекции, в обязательном порядке поддержать госпитализацию. Обращаясь к руководителям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на сегодняшний день вступили в силу рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий и санитарно-противопедемических мероприятий во всех организациях торговли. Также такие рекомендации вступили от 21.04 по промышленным предприятиям транспорта и транспортных предприятий агропромышленного комплекса и строительного отрасли. Соответственно, на данных объектах предприятий и организациях при предоставлении услуг органами Роспотребного Узора выполняется контроль за соблюдением данных санитарно-противопедемических мероприятий на объектах. С докладом о работе горбольницы выступил главный врач Игорь Брагин. Он напомнил, что горбольница является межмуниципальным медицинским центром и лечение получают не только жители Азбеста. Мы принимаем как МОНЦ больных с предприятий территорий, это и Белоярский район, это и Заречник, Естинский, Малышево, Богданович, Коммунин, Богданович, Коммунин, Богданович, Коммунин. Поэтому к нам, конечно, едут лечиться с этих территорий. И мы лечим не только жители города Азбеста. Жесткий санэпидрежим. А люди продолжают приходить, навещать своих родственников, продолжают скандалить, продолжают ругаться, пустите к нам, пустите к нам, не хотим посмотреть на своих близких и родных. Не надо этого делать. Я не случайно свое выступление начал именно с этого. Дети гуляют по больничному городку, подходят к клиникационному отделению, заглядывают в окна. Уважаемые родители, не отпускайте их. Режим самовызряется и должен действовать. Всего количества лиц, закончивших наблюдение, 1,358 человек. 133 человека находятся под наблюдением. И общее количество лиц, закончивших и наблюдаемых, 492 человека. На сегодняшний день наблюдаются дети 75 человек. Из них от 0 до 7 лет 26. От 7 до 17, 49. Взрослого населения 58. Лиц старше 65 лет нет. Общее количество наблюдаемых 133 человек. Цифры пару дней назад были совершенно иные. И это говорит о том, только о том, что режим самоизоляции не соблюдается. Затем Игорь Брагин обратился к жителям города. Обратиться помимо самоизоляции еще с одним вопросом, который в последнее время очень сильно обострился. Это наши соцсети. Мы сами выкладываем в соцсети всю информацию, которая не имеет под собой зачастую никаких подтверждений. Мы начинаем третировать всех больных, которые лежат у нас в инфекционном отделении. Люди выкладывают их адреса, их фотографии. У нас всеобщее обозрение выставляет личную жизнь. Для чего? Зачем мы это делаем? Давайте прекратим этот разгул в соцсетях. Люди выкладывают жизнь наших специалистов, которые работают в городской больнице. Кто с кем, когда и где проконтактировал. Не стоит этого делать. Мы лечим жителей Азбеста. Мы находимся в сложной ситуации. И после этого еще приходя домой, открываются соцсети в виде ругательства в наш адрес. Не те вещи, которые следовало бы выкладывать, не имеющие под собой никаких фактов. Но это не добавляет оптимизма медработникам. Уважаемые жители, лечение – это всегда союз двух людей – пациента и врача. Если не будет взаимосвязанности, лечения не будет. Давайте поймем, что мы лечим, но мы готовы лечить. Мы приходим к больным людям. Мы готовы всех вас выслушать, но давайте будем взаимовежливы. Не стоит размещать информацию в соцсетях, которые не имеют под собой никаких факторов. Главу города, как и медицинских работников, беспокоит несоблюдение гражданами масочного режима. Этот режим введен повсеместно, а Азбестовский городской округ не является исключением. Масочный режим должен соблюдаться везде. По этому поводу к жителям обратилась глава города Наталья Тихонова. Уважаемые жители, я обращаюсь к вам. Вот те ограничения, которые сегодня существуют, ношение маски в транспорте, в магазине, в аптеке, это обязательный элемент. Обязательный элемент. Я знаю и надеюсь на ваше понимание, на вашу осторожность. Потому что сегодня мы действительно боремся за каждый случай для того, чтобы не было распространения. Наш город очень компактный. Наш город, как мы видим, все-таки не справляется в целом с режимом самоизоляции. Применение средств защиты сегодня является доступным. Посмотрите, в аптеках города, ну в частности, вчера даже лично я проехала ряд аптек, маски в продаже есть. Пожалуйста, я сейчас без рекламы, проспект Ленина, Эльбрус. Пожалуйста, да, доступность есть. В основных магазинах, где даже фактически есть товары первой необходимости, вы можете приобрести маски многоразового пользования. Которые тоже следует применять. Я еще раз к вам обращаюсь. Масочный режим это сегодня тоже как мера. Выход из дома только в крайней необходимости. Только при использовании средств защиты. Обращаюсь к нашим торговым сетям, к руководителям, к работникам торговых сетей. Да, тяжело. Вот в целом получается то, что я слышу. Неудобно дышать. Не нравится там, я не знаю, может быть внешний вид и так далее. Это тоже определенный элемент санитарного решения. Мы сегодня все живем в этих условиях. Если мы перейдем эту границу, да, то поверьте, потом мы, наверное, будем вспоминать об этих неудобствах. Но лучше сегодня использовать средства защиты. Они у нас в городе доступны. Их можно приобрести, можно изготовить самостоятельно, если это не медицинская маска, а гигиеническая. И самое главное ее применять. Не буду скрывать, что и в отношении детей, которые находятся на улице. Почему-то у детей маски в карманах. Даже если и родители идут, то дети, соответственно, заходят в магазин вместе с родителями и совершенно не защищены. Видим, что вирус имеет распространение не только на представителей старшего поколения. О необходимости применения средств защиты, в том числе масок, рассказал главный врач горбольницы Игорь Брагин. Уважаемые жители города, для меня, как врача, использование маски полезно или не полезно, удобно или неудобно, является чисто электрическим вопросом. Я прекрасно знаю, что маска – это барьер для предотвращения проникновения вируса в мой организм. Не случайно хирурги оперируют в масках. Не случайно в инфекционных больницах люди ходят в масках. Это все не случайно. Маска работает в обе стороны – и на выдох, и на вдох. Вы знаете о том, что большое количество, процент людей являются носителями, либо болеют в бессимптомной форме. Так вот, работая на выдох, 90 истечных процентов вирусов остается на маске. Если человек здоров, маска работает как барьер. Барьер для предотвращения проникновения вируса. Вирус не существует и не летает в воздухе сам по себе. Он крепится на аэрозоле, который выдыхаем мы. Он крепится на пыли и витает в воздухе. Так вот, маска – это барьер. Барьер – это аэрозоли, которые выдыхают носители. Барьер – это пыли, когда мы вдыхаем. Маска нужна, и маска обязательно. Носите маски. Можно медицинские, можно гигиенические маски. О выплатах денежных компенсаций на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся доложила начальник управления образованием Светлана Валеева. 22 апреля у нас мечта выплата денежной компенсации на обеспечение питания льготных категорий муниципальных общественно-заводных учреждений. Выплата производится с 6 по 30 апреля. Выплата проходит сейчас у нас за 20 дней. И на сегодняшний день при плановом показателе 2018 обучающихся фактически выплачено 1807 обучающимся. Общая сумма – 1 197 602 рубля 12 копеек. Я хочу напомнить, что выплаты производятся на основании документов, которые необходимо представить общеобразовательную организацию. И, соответственно, в течение 3-4 дней рассматриваем и мы производим все выплаты. Средства на такие выплаты оказываются за счет областных бюджетных средств. Всю информацию по таким выплатам можно узнать по горячему телефону Управления образованием 233-26. Светлана Валеева информировала членов городского оперативного штаба об открытии еще одной третьей дежурной группы для детей дошкольного возраста в детском саду номер 31. И напомнила жителям города, что заявления принимаются только от родителей занятых по серьезным причинам, связанным с трудовой деятельностью. Итоги заседания подвела глава города Наталья Тихонова. По данным Роспотребнадзора, на территории Сбестовского городского округа лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией уже у 5 человек. Детей и лиц старше 65 лет среди них нет. Подлежат обследованию и наблюдению 88 человек. Из них в настоящее время госпитализировано 6. Находится на изоляции под медицинским наблюдением 82 человека. В условиях обсерватора граждане России, прибывшие из Турции, 37 человек, в том числе 5 детей. Количество заболевших пневмонией, нарастающим итогом с 1 апреля текущего года, 45 человек. Для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам работает 57 волонтеров. Оказана помощь 175 жителям нашего города. Обращаю ваше внимание. Президент Владимир Путин подписал указ о продлении в стране нерабочих дней из-за коронавируса после 30 апреля. В тексте указа о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 6 по 8 мая устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы работникам. Всем руководителям госорганов, органов местного самоуправления с 1 по 11 мая предписывается осуществлять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Я скрывать не буду, что и для нас, для жителей города, это достаточно ответственный и сложный период. Период майских праздников. Согласно указу, главам российских субъектов поручено осуществлять меры также по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Напомню, что режим закрытия предприятия как исключение не распространяется согласно действующим документам только на непрерывно действующие организации, больницы, аптеки, продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости. Еще раз напомню, режим самоизоляции, применение средств защиты и антисептических средств. По возможности не выходить из дома, не посещать места, где есть массовое скопление людей, это магазины, аптеки, иные учреждения, дворы, детские площадки. Наше здоровье с вами, да и здоровье нашего города в наших с вами руках. Я обращаюсь ко всем. Давайте будем внимательны. И вместе мы обязательно справимся и переживем этот период. Напомню, на 12 часов 29 апреля в Свердловской области подтверждено 629 случаев заражений коронавирусной инфекцией. Возбейте таких случаев 5. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok